Настоящую отвагу демонстрируют в эти дни в Екатеринбурге участники соревнований по адаптивному скалолазанию. Спортсмены с ограниченными возможностями съехались на Урал со всей страны, чтобы сразиться за кубок. Среди них есть уже чемпионы, но, как признались многие Юлия Анашкиной, покоряют отвесные скалы. Хоть и не настоящие, они вовсе не ради кубков. Так, налево, налево, лево, лево. Рука, рука. Левая. Давай теперь нога. Эти подсказки помогают диляре быстрее найти путь к вершине. Без них преодолеть 20-метровую трассу спортсменке было бы сложно, ведь она незрячая. И тем не менее, горожанка уже двукратная чемпионка мира по скалолазанию. Все равно природные данные. Я вот еще просто массажистом работаю, видимо, руки все равно сильнее. Поэтому, видимо, мне как-то попроще. Многие мои коллеги говорят о том, что мне проще лазить от того, что я не вижу. Я не вижу высоты и мне не страшно. Диляра – одна из 30 участников, которые с закрытыми глазами берут все новые высоты. Назвать их возможности ограниченными язык не поворачивается. Эти спортсмены своим примером показывают главное желание. Цель адаптивного скалолазания в том, чтобы показать, что инвалиды имеют тоже право на нормальную жизнь. Что они тоже такие же люди, что они могут выступать наравне со всеми. Да, у них свои условия, но они среди своих могут также соревноваться. Скалолазов не останавливают, ни проблемы со зрением, ни отсутствие рук и ног. Максим утверждает, что за 10 лет турниров еще ни разу не сорвался. Все благодаря упорным тренировкам на турнике, силе воли и тактике. Я пытался думать, сопоставлять руки и ноги, но у меня не получается. Когда я только начинаю задумываться, что надо ногу поставить, все у меня как бы не идет уже. И я уже какое-то время теряю. Я потом подумал, да лучше я буду лезть так, как я могу, чем я буду думать о том, о чем лучше не думать. Спорт для участников не просто увлечение, а настоящее спасение. Насте, к примеру, из-за диагноза ДЦП еще три года назад не была хозяйкой собственного тела, а сегодня с легкостью покоряет высоту. Когда я пришла, первый год, я лазила, ну, как дерево, то есть ноги, руки прямо, может, ну, и корпус не двигался. А потом постепенно, постепенно, это есть корпус для работы, локти, коленки. Но если этим скалолазам на соревнованиях еще делают хоть какие-то поблажки, то остальных участников судят по всей строгости. Тяжелее всего траться на трудность, когда успех висит буквально на волоске. Очень маленькие зацепки, большие расстояния, нужно сжать, терпеть, вдавливаться ногами. И движение, то есть ты уже по-настоящему напрягаешь спину, у тебя подножки малюсенькие, зацепки под ручки, ты вынужден делать какие-то пируэты невероятно сложные. В дисциплине скорость скалолазы должны как можно быстрее преодолеть трассу, поэтому на ней установлены крупные зацепы с большими углублениями. Само же расстояние, которое предстоит пролезть спортсменам, как правило, на 10 метров меньше, чем при трудном подъеме. Залог успеха, по словам спортсменов, каждый раз ставить себе новую планку и достигать ее. Важнее всего для них победа над собой.